Добрый вечер. Я инспектор, старший инспектор ДПС УДАИ. Подскажите, пожалуйста, почему вы нарушаете правила дружного движения? Какие правила дружного движения? Вы сейчас стоите на выезде из прилегающей территории. Более того, вы стоите против движения. Обыкновенного здесь знак кирпича. Здесь выезда нет с территории, здесь въезд. Вы считаете, что на въезде можно стоять? Там есть выезд. Вы считаете, что на въезде можно стоять на прилегающей территории? Да. Ответственный есть за вас? У нас. Ответственный кто? Можете вызвать? Командир взвода. Вызовите его, пожалуйста. С Луцкива. Ну, что они сделают? Ну, а кто за вас ответственный? Командир взвода. Взвода сопровождение. Где человек этот? Я хочу с ним пообщаться, потому что вы нарушаете правила дружного движения. С каким человеком? С ответственным за вас. У меня есть ответственным за вас. Кто выше вас? Командир взвода. Вот мне нужен человек хотя бы, понимаете, у вас даже нету напарника, чтобы он составил на вас протокол. Потому что вы припарковались с нарушением. Нету напарника. У меня есть начальство. То есть начальство вам сказало одному. Управление ГАИ, все вопросы туда. Ну, что значит все вопросы? Я гражданин Украины, меня интересуют ваши нарушения правил дорожного движения. Что значит все вопросы туда? Какое нарушение правил дорожного движения? Вы стоите на въезде-выезде с прилегающей территории. Понимаете? И что, вы не хотите перепарковать машину, вы не хотите вызвать ответственного? Я же вас прошу. Какого ответственного? Человек, который находится по должности выше вашей. Для того, чтобы я мог, как гражданин Украины, обратиться к нему с заявлением о нарушении правил дорожного движения. Для того, чтобы он это зафиксировал и составил протокол на вас. Административный. За что? За то, что вы нарушаете правила дорожного движения. У нас идет отработка, сгибает распоряжение. Премьер-министративный. Очень рад. Это очень хорошо. А почему здесь идет отработка? Есть управление А. А почему здесь? Что здесь происходит? Вот вы сказали, здесь УБОС, да? УБОС и кто еще? СДСБС. А это что? СДСБС. Служба ОПБ по экономическому злочинам. Ага. А УБОБ здесь? А у БОБ здесь? Есть отработка, сгибает распоряжение. Просто отработка, да? Здесь вот, наверное, на Яготынской таможне, да? На границе с Польшей, скорее всего, есть какие-то бандиты, да? Не знаю. Я понял. Ну, хорошо. А поясните мне, что вам мешает поставить автомобиль согласно правилам дорожного движения и осуществлять свою работу, да, службу, нести службу согласно правилам дорожного движения, не нарушая ничего? Куда? Что, куда? Поставить автомобиль. Без нарушений правила дорожного движения. Без нарушений правил дорожного движения. Вы стоите на въезде-выезде с прилегающей территории, инспектор. Я смотрю аварийную обстановку. Я смотрю аварийную обстановку. Нет, если бы вы уже створили аварийную обстановку, это уже был бы другой разговор. Это совершенно другая статья, понимаете? За это у вас и права могут отобрать. Хорошо. Я просто не знаю, что сказать. Вот, вы понимаете, с Польши люди заезжают. Первые, с кем они встречаются, это с нашими инспекторами. Патрульно-постовая служба и инспектора ГАИ. И вот, он только заезжает, проезжает, человек заезжает, проезжает 50 метров, и он видит, как сам инспектор ГАИ, целый майор на секундочку, он стоит, поставил свой автомобиль против движения, стоит с нарушением правил дорожного движения, и ему все равно. Он говорит, хорошо, я несу службу один, я тут вообще ни при чем, и да, я нарушаю, но ничего не могу с этим сделать. Ответственного вызвать мы не хотим, никак ничего, переставить машину мы тоже не хотим. Нашли выход из ситуации, неведкладное службовое завдание, включили маячок. В чем заключается неведкладность вашего завдания, я не понимаю. Здравствуйте, меня зовут Гончарук Алексей, я журналист украинской правовой газеты «Дорожный контроль». Я сейчас нахожусь на Яготынской таможне, и наблюдаю, как, наблюдал, точнее, как инспектор ГАИ с жетоном ВО-2-0-93, и на патрульном автомобиле державный номерный знак 06-20. Нарушал правила дорожного движения. В общем, вот сейчас мы позвонили по спецлинии 102, вызвали сюда ответственного или какой-то патруль ГАИ, для того, чтобы оформить это все в протоколе, в родном стрельне правопорушения. Будем ждать, смотреть. Расскажите, а вы собираетесь уезжать? Да. Туда. А, туда. Вы уезжать не будете, честно? Хорошо. Спасибо. Короче, один нюанс, который мне непонятен. Такой очевидный для вас факт, для меня он очевидный, то, что вы стояли на пешеходном переходе, это тоже не является правонарушением. Где здесь пешеходный переход? Вы не знаете, где здесь пешеходный переход? Пойдемте вам покажу, где здесь пешеходный переход. Раз. Ну, эта линия вытерлась, да, я думаю, мы можем к знаку пройти. Пойдемте, я вам покажу, где знак стоит пешеходного перехода. Пойдемте, инспектор. Пойдемте, я вам покажу, ну, почему вы так, как вы здесь пешеходите. Инспектор. Вы вам ситуацию объяснили? Я объясню сейчас. Я сейчас, как вам скажу, зараз приедет управительный переход, будет черповый, они приедут, и вас тоже выслухают в письмовом виде, приймут у вас заяву, все будет, да. Ну, вы инспектор? Все будет в рамках закона. Нет, послушайте, вы инспектор? Да, извечайно. Вы заходитесь на службе сейчас. Ну, извечайно? Ну, я просто уточняю, правильно? Извечайно. Вы можете у меня принять заявление и составить административную протоколу данного инспектора? На данном инспекторе я не могу, потому что я не бачил порушение. У меня есть, у меня есть заявление, у меня есть фото-видео фиксация. И покажу, что я буду. Зараз приедет человек. Так, а почему человек, если вы есть? Зачем вы тогда? Едет витовидальная особа еде. А вы не можете составить протокол? Не могу. Ну, так, в чем проблема? Нет, послушайте, в чем проблема? Представьтесь, пожалуйста. Старший. Просто сейчас будем тогда разговаривать по поводу ваших, полномочий. Может быть, у вас чего-то не хватает? Пожалуйста. Старший сержант, педагоги. Сайко Виктор Петрович. Так точно. Инспектор ДПС. До 18-го года. Я вам просто не могу понять. У вас полномочий не хватает для того, чтобы оштрафовать инспектора? У меня помощи не хватает. Составить протокол. Я вам боюсь. Вы нести постановление, так как у меня есть сразу фото-видео фиксация и показы двух свитков. Так я заявитель. Я человек, который это видел. Понимаете? У меня есть показы двух свитков. Умаженная особа, которая сейчас будет тут. То есть для того, чтобы составить один обыкновеннейший протокол про административное правонарушение, нужно созвать суда как минимум три повноваженные особы, да? Да, вы не реагировали, пока не сказали, что идти вы бы на перерыве. О, а тут уже сходу протокол достали. Здравствуйте. У вас не было протоколов, или что? Меня зовут... Как? Как вас зовут? У меня вопроса не было протоколов, или? Вы сейчас будете составлять протокол, да? Протокол про административное правопорушение. Все, хорошо, спасибо вам за мной. Ждем. Ну, вы сейчас по такому постанову выносите его случайно. А, ну, все, не вопрос, все. Хорошо, да, не вопрос, да, да. Тогда свитку. Я говорю. Как это было сделано, то есть, да? Прямо было. Да, пожалуйста. Спасибо. Мы приехали на Ягодинскую таможню для того, чтобы проверить, как работают сотрудники ГАИ. Значит, что мы увидели? Мы увидели, как инспектор ГАИ в звании майор стоит на пешеходном переходе, чем нарушает правила дорожного движения, пункт 15.9. Мы сделали ему замечание. Все это дело вы увидите на видео. Он там минут 15 это оспаривал, рассказывал про то, что он ничего не нарушает, ничего плохого он не делает. Все согласно закона. Более того, он нес службу один на патрульном автомобиле, что прямо запрещено инструкцией 3 единицы. После всей этой катавасии, после вызвания начальников, ответственных и всего остального, он все-таки в конце концов переставил машину, согласился со своим правонарушением. Приехали инспекторы ГАИ на двух машинах, составили административный протокол, после чего мы настояли на составление постановления, для того, чтобы он не мог через свои рычаги влияния это все дело умять-замять и уйти от наказания. Мы все это сделали, задокументировали. Все это вы увидите в нашем сюжете. Всем спасибо. Всем спасибо.